Привет, друзья! Меня зовут Сад Шеф Рустам, компания Назаров Партнеры. Я являюсь руководителем отдела складской и индустриальной недвижимости. Мы начинаем наш видеоблог о мегафабриках Новосибирска, Сибири и России. Мы решили начать этот блог с самого крупного индустриального парка в Восточной России. Это промышленно-логистический парк Новосибирской области. Его площадь составляет 2000 гектар. Это территория опережающего развития Новосибирской области. Мы находимся у бизнес-центра Кронос, где расположен офис управляющей компанией ПЛП, а также офис агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Мы познакомим вас с удивительнейшей женщиной, которая управляет данной территорией. Мы заглянем в офис данной компании, а также напросимся на экскурсию в парк. Поехали! Как такая прекрасная женщина возглавила такой крупный проект промышленности? Как вы попали в данный сегмент? Управление парком. Я работала в Министерстве строительства, правительство Новосибирской области и, собственно говоря, занималась темой реализации и подготовки инженерной инфраструктуры территории под застройку. По большому счету наш парк это как раз возможность подготовки в инженерном транспортном плане для будущего размещения производства. Немножко изменилось, конечно, направление, но в целом совершенно понятная для меня деятельность. Можете рассказать о предыстории образования парка? Какие цели преследовала Новосибирская область при создании парка? Идея создания парка, она возникла, наверное, еще в 2004 или 2005 году. Это было задолго до того, как я, в принципе, о нем узнала. Правительство Новосибирской области было принято решение и, на мой взгляд, это лучшее, очень правильное и хорошее решение создать такую территорию, обеспечить ее инженерной инфраструктурой, опережающее обеспечить, я бы даже так сказала, с тем, чтобы можно было потом привлекать промышленное производство, логистические какие-то комплексы на эту площадку. Я думаю, что это удалось. В 2007 году было издано распоряжение правительства Новосибирской области о создании парка и в феврале 2008 года была создана управляющая компания с тем, чтобы обеспечить управление всем этим имущественным комплексом на территории парка. А что сегодня представляет из себя парк? Какие уже за этот период достигнуты показатели? Кто из резидентов сейчас в парке? У нас на сегодня резидентов 13 на территории парка. Из 560 гектар товарной земли, которую мы можем предложить своим потенциальным инвесторам, у нас реализовано 230, то есть еще свободной, чуть больше половины. У нас размещены как крупные международные корпорации, предприятия, так и, собственно говоря, даже и наши местные. Российские крупные, местные крупные. На нашей территории, на территории нашего парка есть два парка в парке. Это ПНК, известная девелоперская компания, которая занимается строительством складов класса А и потом передачи в аренду либо в собственность дальнейшую. И Вольвер компания известная у нас как логистический комплекс сибирский. Я даже так скажу, что рынком воспринимается, вот вы обозначили, что парк в парке, как единым целым. То есть мы даже не отделяем, в принципе, ПНК, Вольвер компания и ПЛП. То есть для нас это все равно какая-то одна единая территория, там кластерники, вот промышленные для нас. Совершенно именно так. Наш парк сформирован и подготовлен проект планировки, как раз включая все эти территории и ПНК, и территорию Вольвер компания, весь наш парк в проекте, в концерте обозначен площадью 1177 гектаров. Да, вот это генеральный план нашего индустриального парка. Мы сейчас находимся с вами вот в этой примерно точки. Здесь находится наше здание, в котором размещены наши сотрудники, наш и технический, технический и инженерный персонал. Здесь, я понимаю, кластер будет такой административно-бытовой? Да, это планируется административно-бытовой кластер. Здесь, возможно, зоны гостиничные, там релаксации и так далее, и так далее. Я так понимаю, вот это же больше развита, да, территория? Да, вот эта вот площадка В. Все развитие нашего парка начиналось вокруг якорного предприятия Марс, которое выпускает корма для животных. Они построили свое предприятие еще в 1996 году, и поэтому площадка уже подбиралась, как вот некая промышленность, промышленность, и здесь уже было одно предприятие. А я понимаю, здесь железнодорожные ветки, здесь, да? Да, железнодорожные. И уже идет дальше уже артерия. Да, мы подсоединены, там, в 7 километрах протянули путь от станции Чик. Здесь начинаются наши железнодорожные пути, да, и разветвленная ветка железнодорожных путей. Можете рассказать о резидентах, кто здесь сейчас находится, вот вблизи кого мы видим? Это ЗТИ, они ввелись в прошлом году и уже начали выпуск своей продукции. Производят здесь они тару от маленьких баночек пемолюкса, там, пол-литра, до 300-литровых бочек. Буквально недавно поставили еще новую линию, льют канистры. Порядка 10 тысяч квадратных метров у них площадь здания. И вот в этом году у нас проходила рабочая группа здесь по развитию промышленно-логистического парка и деятельности АИР. И мы как раз были с губернатором и большой представительской группой на заводе, смотрели производство. И они говорили о том, что увеличивают объемы реализации своей продукции до миллиарда в этом году. А вот по площадям, я вот, когда информацию смотрел, да, то есть разная сейчас плавает информация. Две тысячи гектаров, вот вы сейчас сказали тысячу с чем-то, да, на официальном сайте там 300-400, так все-таки... Сколько, да? Да, сколько. Интересный вопрос. То есть сколько было зарезервировано изначально, да, сколько сейчас используется, ну и какая-то там перспектива. Наш проект разрабатывался вот в лучших традициях градостроительного проектирования. И с учетом этой лучшей традиции у нас на самом деле, да, предполагалось, что у нас еще будет площадка С. Ну, то есть информация, что общая зарезервированная территория, две тысячи гектар, это, ну, верно, да, по сути? Это на следующий этап был? Да, да. Это как бы третья очередь развития. Я думаю, что мы обязательно к этому придем, потому что уже сейчас ощущается определенный дефицит кадров. Ну, а кадры чем можно удержать? Естественно, это только жильем рядом. Поэтому я думаю, что наша третья очередь обязательно будет востребована, может быть, конечно, даже не в ближайшую пятилетку, но в обязательном порядке это будет востребовано в ближайших, я думаю, 10 лет. Вы почувствовали, что у нас развивается, вообще промышленности нет? Есть ли рост, то есть тенденции, или все у нас на уровне такой, ну, в ожидании? То есть вот ваше личное ощущение, как человек сталкивается непосредственно, контактирует с производственниками? Да, я думаю, что все-таки определенный рост есть, определенный интерес есть. Народ уже там не бежит за большой маржинальностью своих проектов. А сейчас вот еще в условиях нашего, так сказать, как минимум, ядерного имплазначения пытаются занять эти ниши. А можете, давайте, ну, раскрыть все-таки функционал, да? То есть есть АИР, есть ПЛП, где разница, да, и кто... Где граница? Да, где граница. Да, граница на самом деле очень тонкая, но хотя совершенно умятная. АИР является нашей материнской компанией, изначально управляющая компания УКПЛП, она создавалась двумя акционерами, это АИР и правительство Новосибирской области. Поэтому у нас все четко, прямо. Ну, а теперь по функционалу, то есть мы работаем вместе, как вы видели, мы находимся на одном этаже, и у нас на аутсорсинг отданы часть функций, которые необходимы для управления организацией. Это кадры, это финансы, это правовое сопровождение и экономическое сопровождение. Ну, то есть финансы – это чисто бухгалтерия, экономическое сопровождение – это бизнес-планы и так далее. Все, что касается развития именно экономической части парка. Поэтому мы работаем в очень тесном взаимодействии. Плюс, к тому же, АИР является для нас основной компанией, которая привлекает к нам резидентов. Что получает резидент, когда заходит на вашу площадку? У вас, я так понимаю, есть принцип единого окна, где вы сопровождаете резидента до самого ввода в эксплуатацию, по сути, да? Да. Расскажите, на каком этапе что получает резидент? Изначально, как я уже говорила, резиденты у нас попадают в АИР и как раз там сотрудники, которые работают в режиме одного окна. Они рассматривают эту заявочку, уточняют, какие параметры земельного участка им нужны, какая мощность им нужна. И в дальнейшем техническую часть отрабатываются специалистами ПЛП. Процедура, я так понимаю, это же сначала будет договор аренды, потом выкуп собственности. Да. То есть сначала, но потребуется какое-то время, после того, как инвестор принял решение к нам зайти, мы определяемся, точнее сказать, вместе с ним определяемся, какой размер земельного участка ему нужен. Подбираем этот земельный участок, вымежевываем его. И вот, собственно говоря, процесс вот именно только вот вымежевки, ну и плюс потом регистрации соответствующие, занимает там, ну, порядка полутора примерно месяцев. И это, собственно говоря, основное время наше. За это время мы понимаем вместе с инвестором, какие мощности ему нужны и предоставляем все технические условия. То есть одновременно с земельным участком резидент получает уже все технические условия. То есть получается, резидент покупает не просто голый земельный участок, все коммуникации, которые ему необходимы, он приобретает вместе с участком. Если его какой-то лимит там превышает, то заложенный на участок, он его там, допустим, докупает. Ну вот мне нравится мне вот это понятие земельный участок, да, мне нравится территория для развития бизнеса. Хорошо. Земельный участок просто это, да, юридически это будет звучать так, но фактически это не так. Это территория в промышленном предприятии для ведения своего бизнеса. Мы сейчас вводим новую услугу, кроме того, что мы оказываем коммунальные эти услуги, услуги по предоставлению технических условий, услуги по предоставлению земельного участка. Мы вводим новую услугу, мы готовы построить для нашего резидента на различных условиях. То есть вы можете на себя взять все вот эти риски, которые связаны со строительством, а резидент потом передает готовый продукт, то есть купив, и он там на себя это зарегистрирует. Совершенно так. Это востребованная функция сейчас, потому что вот наши клиенты, кто нам обращается, у них основная проблема и сложность, это как вот этот клубок размотать, чтобы не наткнуться на какие-то там сложности. То есть если здесь вы берете все сложности на себя, то он получает в конце конечный этому понятный продукт. Потрясают, конечно, масштабы данного парка. Мы находимся где-то там, маленькая точка на всей этой территории, то есть масштабы очень большие. Парк очень динамично развивается, я думаю, с приходом в Росагромаркет, площадка А, я думаю, будет еще быстрее развиваться, интенсивнее. Конечно, гиганты, которые здесь расположены в виде Марса, ПНК, самостоятельной организации, Вольвер Компани, то есть задали тут такой хороший уровень и темп развития всей этой площадки. Очень рад, горд за Новосибирскую область. Я думаю, развитие только-только начинается. Друзья, мы с вами посетили самый крупнейший индустриальный парк за Уралом. Его масштабы поистине поражают. Здесь созданы все условия для строительства уникального логистического терминала, либо производственного комплекса. Среди резидентов находятся мировые компании логистические, а также компании в сфере производства. Подробную информацию об объекте вы можете получить по ссылке в описании.